Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу о неприятностях, которые могут произойти с тормозами. Произойти это может в любой момент, вообще независимо ни от вас, ни от чего, ни от каких-либо причин. А что именно? Вы садитесь в машину, нажимаете на тормоз, у вас проваливается педаль в пол. Что в этом случае нужно делать и на что нужно обратить внимание? Ну, в данном случае у меня машина находится на подъемнике, а в вашем случае машина будет стоять на земле. Для того, чтобы вообще понять, что может произойти с тормозами, необходимо, конечно, вывесить машину. Вот эту в данный момент машину мы сейчас вывесим, и я покажу вам слабые места в тормозной системе автомобиля. Конечно, основные проблемы с тормозами всегда проявляются зимой. Редко бывает, это уже от невнимательности хозяина, это происходит летом. В основном все проблемы с тормозами проявляются зимой. Ну что, наш автомобиль поднят, сейчас я вам покажу слабые места в тормозной системе автомобиля. Конечно же, первым слабым местом в тормозной системе автомобиля является шланчик, который подходит к тормозному суппорту переднего колеса, левого или правого. С правой стороны у нас сейчас вот такой шланчик. Что же вы скажете, здесь может быть? А я вам сейчас покажу. Подвеска у нас работает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Шланчик вот в этом месте перегибается. Впоследствии на морозах, на сильных морозах и от старости он здесь перегибается и резина лопнет. Особенно это проявляется у русских машин. Как вы видите, у Ford здесь все хорошо, потому что резина у них качественная. Пойдемте на другую сторону. Здесь точно такой же шланчик. Он у нас, как вы видите, в нормальном состоянии. Но есть один вот момент протертости шланга. И я думаю, что неспроста здесь вот эта вот капелька, за ней нужно будет наблюдать. Но не прощайте внимания, это тормоза прокачивались на машине, поэтому так сыро. Также шланчики бывают, вылетают из вот этих креплений. Они здесь на резиночках. Вот крепления. Вот эти штучки, поставленные на шланчики, тоже бывают улетают. И шланчик протирается об железные детали. Когда шланчик вылетает, он, соответственно, трется или об колесо, или об какие-то детали подвески протирается и впоследствии лопается. Колеса у нас поворачиваются влево-вправо. Шланги вытягиваются, сжимаются, вытягиваются, сжимаются. И впоследствии такие вещи лопаются. Поэтому нужно при каждом обращении в автосервис смотреть за тормозными шланчиками. За их протертостями, за их подтеками и за их расположением. Чтобы нигде ничего они не касались. Теперь перейдем к задним тормозам. На задней системе у нас тоже есть тросики. Но эти тросики практически вечные. Есть одна проблема на некоторых моделях машин. Когда тросики находятся на балке. Здесь у нас независимая подвеска. Они практически не сгибаются. Но когда тросики находятся на балке, они гнутся очень сильно. И тоже лопаются со временем. У меня был такой случай на Fusion. Тросики просто в один прекрасный момент при движении задние лопнули. И я остался без тормозов. Также здесь слабое место. Это у нас барабанный механизм. Слабое место это цилиндр барабанного механизма. Тормозной цилиндр. Почему слабого места? Потому что колодки бывают со временем, как это назвать тогда, истираются. Цилиндр очень сильно выходит из своих заданных параметров. И начинает пропускать через манжеты. Это вообще очень частое явление. И поэтому надо следить за состоянием тормозных колодок. Именно на барабанах. Сейчас я дальше буду все это показывать. И вы поймете как работает цилиндр. Задние тормоза, конкретно у этой машины, вышли из строя именно задние тормоза. Что может быть проблемным местом в задних тормозах? Смотрите. Здесь на данной модели барабанные тормоза. Что такое барабанные тормоза? Барабанные тормоза это две колодки, которые идут полумесяцем, стоят внутри вот этого барабана. Зимой или осенью, когда есть лужи, а ночью замерзание, здесь скапливается вода. Потому что это место не герметично. Оно имеет вот такие вот щели. Туда скапливается вода. И вот в этом месте, внизу, образуется вода. Эта вода благополучно за то время, когда машина стоит, отдыхает у нас, пока мы спим. Ночью морозит, замерзает. Соответственно, машина у нас на автозапуске. Чтобы сработал автозапуск, нужно поднять ручник. Поднимаем ручник, уходим домой, приходим, запускаем, вернее, машину утром на автозапуске. Приходим, садимся, отпускаем ручник, начинаем движение и слышим резкий удар в заднем колесе. Вот именно эта причина была у этой машины. Когда хозяин тронулся, у него пропали тормоза. Тормоза пропали по той простой причине, что все внутри, все внутри. Сейчас вы все это увидите. У нас просто разрушилось, слетело, просто развалилось. Посмотрите сами. Ну что, разобрал я колесо. Вот в таком вот виде оно мне предстало, все вывалилось. Слушайте, как это собирать, я не знаю. Сейчас придется вскрывать второе колесо, чтобы посмотреть хотя бы как это все здесь стоит. Короче, смысл какой? Развалилась вся конструкция, скорее всего, из-за льда. Все выпало нафиг из-за льда. Лед образовался, осень, вода попала, лед образовался. Вот. И при начале движения, видимо, колодки прилипли. Соскочил, развалился весь этот механизм нафиг. Соскочил, соответственно. О, еще выпало чуть. Соответственно, соскочила колодка. И цилиндр просто выдавился. Ну и тут его полностью, видите, помяло этот цилиндр. Короче, сейчас будем разбирать вторую сторону. И по этой второй стороне хотя бы можно будет собрать дальше этот механизм снова. Так что, ребята, аккуратнее ездите зимой. Особенно, когда идет оттепель и когда идет заморозки. На ручник лучше машину не ставить вообще. Ну, у кого автозапуск, конечно, это нереально. Но хотя бы чуть-чуть приподнять, чтобы колодки не сошлись с барабаном. А то они вот в этих местах примерзают. Мы, соответственно, предлагаем большие усилия, чтобы тронуться. И потом все это вот так вот таким макаром разрывает. Будьте внимательны. Иначе можно попасть на то, что у вас пропадут тормоза в пути. Ну и, соответственно, на ремонт, на замену вот этого цилиндра, который сейчас, как видите, капает. И на замену, скорее всего, придется менять всю вот эту конструкцию. Потому что тут что-то все выгнуло, загнуло, разогнуло. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим вторую сторону. Если удастся собрать, то соберу. Вот так выглядит тормозной цилиндр. Уже не рабочий. Видите? Все поломано, все потрескано. И тут все поломано. Но сама причина в том, что он потек. Из-за того, что очень сильно вылез сам поршень из него. Это, ребята, основные элементы, которые доставляют проблемы с тормозами у автомобиля. Есть еще главный тормозной цилиндр. Есть еще трубки и сам механизм АБС. Но с ним практически никогда никаких проблем нет. Проблемы все возникают именно с этими шланчиками. Сами суппорта практически никогда не текут. Но если уж совсем там хозяин пропустил колодки, там ездил вообще без колодок, ну может быть. А так в основном это резиновые элементы. И вот когда вы садитесь в машину, у вас педаль проваливается, вы просто возьмите, несколько раз надавите на эти тормоза, и отъедьте как бы в сторону, просто в сторону, чтобы увидеть вот такое вот, например, пятно. Где жидкость выльется, там будет вот такое пятно. И вы сразу поймете, что у вас проблемы с тормозами и с каким колесом проблемы. Ездить, конечно, никуда не стоит. Также можно определить, просто опустив голову вниз под машину и увидеть вот такие вот подтеки на диске и на барабанном механизме. Также можно увидеть подтеки на этих колесах. Все то же самое. Вот это просто прокачивались тормоза, и так все некрасиво. Ну и также где-то может быть спереди вот так вот подтекать. Или здесь где-нибудь. Все это видно, потому что тормозная жидкость, она не замерзает, и она долго испаряется и оставляет за собой вот такие вот сыроватые следы. Ну и, конечно же, на машине никуда ехать не надо. Лучше обязательно обратиться сразу же в сервис, чтобы вам устранили подтеки тормозной системы или нарушения каких-то элементов тормозной системы. Все, я закончил. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, я кому-то помог. Кто-то не будет ждать вот таких вот сюрпризов. Поэтому чем могу, помогаю. Всего доброго. Всем удачной дороги. Пока.